Первый народный курултай будет проводиться 25 ноября согласно указу президента. В статье 7 основного закона страны говорится, что народный курултай – это общественно-представительное собрание и, как совещательное наблюдательное собрание, даёт рекомендации по направлениям общественного развития. Тем самым может повлиять на решение ключевых государственных вопросов. «Мы видели парламентское правление – однопартийное, многопартийное. Одним словом, видели всё. Однако в прошлом развитии страны не сдвинулось места. У нас теперь есть путь наших предков – курултай. Мы должны проследовать по этому пути. На курултай заберутся представители народа и выскажут все нерешённые вопросы и будут обсуждать пути их решения. Курултай обеспечит национальную безопасность, искоренит коррупцию и решит годами нерешённые социальные вопросы. «Мы в ближайшие дни начнём выезжать в регионы для проведения консультативных встреч. Мы объясняем всем делегатам, чтобы они не повторяли одни и те же вопросы. Сейчас наша задача в том, чтобы разделить проблемы между регионами». Помимо республиканского значения, народный курултай имеет большое идеологическое значение. Его главными задачами является построение диалога между властью и народом и выработка согласованной позиции и рекомендаций соответствующим органам. Более того, круто является исторической традицией кыргызского народа. «Говорят разные слова насчёт, нужен ли был такой орган, что это дублирует Джорг Куниш и так далее. Я на это всегда отвечаю. Но это наш путь. Это кыргызская демократия. Нравится это кому-то, не нравится. Может быть, это нонсенс по меркам и стандартам Америки Европы. Но это наш путь. Это наша история. Это наше понимание демократии. И полного дубляжа, например, полномочий, функций Курултая и Джорг Куниша не будет, потому что это совсем другие органы со своими другими полномочиями». Тысяча делегатов, избранные народом, поднимут тысячу вопросов из регионов, но с каждой сферы. На Курултае будет работать секретарят, который будет регистрировать и принимать вопросы граждан. Мы сейчас заранее просим делегатов отправлять нам свои вопросы или рекомендации. Оргкомитет будет вести слаженную работу с делегатами не только на Курултая, но и после него. Каждый вопрос будет рассмотрен и решён после Курултая. Организационный комитет по проведению народного Курултая подчёркивает, что предстоящий Курултай станет историческим событием для народа. По его данным, на завещательной площадке народ примет судьбоносные решения. И в отличие от предыдущих народных собраний, в этот раз делегатов выбирал сам народ. Никто из чиновников не имел права вмешиваться в выборы представителей. Теперь на Народном Курултае общества будут представлять те лица, которых кыргызстанцы посчитали достойными. Я абсолютно уверен, что состав делегатов будет разношерстным. Почему некоторые сомневаются, я удивляюсь. Например, с моего родного села делегатом на Курулта избран ваш коллега-журналист. У него всегда своя принципиальная позиция. Его избрали, пригласили из города, он поехал. Мои односельчане его попросили стать их делегатами, он согласился. Я не думаю, что это где-то планировалось, что вот этот Асанов, Петров должны... Нет. Отметим, что на Народном Курултае народ представят 1074 делегата. Все предложения, которые они поднимут, будут обязательно приняты во внимание. Также по ним разработают рекомендации, которые председатель Курултая направит во все ветви власти. Вопросы делегатов Народного Курултая также будут зарегистрированы и опубликованы для общественности через СМИ. Кроме того, ожидается, что на этом собрании главы местных самоуправлений и госадминистраций отчитаются о проделанной работе.